Юрий Викторович, 2020 год непростой для реального сектора. Пандемия поставила на паузу жизнь на планете. Многие страны уже сейчас прогнозируют снижение экономического роста по итогам года. Правда, постепенно рынки оживают. Вот в этой связи как складывается год для белорусской промышленности? Вы правильно заметили, что мы же не исключение. В принципе, вот эта пандемия сыграла роль отрицательную, большую и на нас. Вот если буквально несколько цифр, по итогам 7 месяцев в целом промышленность республики сработала с темпом роста в сопоставимых ценах 97,5%. То есть мы до предыдущего периода прошлого года не добираем. Но при этом надо заметить, что потихоньку идет восстановление. Вот мы июль к июню прибавили почти 0,6%. То есть уже идет тенденция роста. И мы видим это по увеличению объема производства, по снижению складских запасов. И мы видим самое главное по оживлению рынков. Вот, ну, к примеру, БелАЗ. Вот мы сейчас подписали в начале года большой контракт с индийской компанией из одной, да. И была проблема, когда нас туда просто не пускали собирать технику и запускать ее. В связи с тем, что было ограничение на въезд. А вот буквально в конце этой недели был подписан еще один дополнительный контракт на поставку 90 машин большой угрозоподъемности. Соответственно, мы видим, что идет оживление рынка. Поэтому промышленность чувствует себя не то чтобы уверенно очень, да, но мы видим перспективу. Поэтому мы планируем, что к концу года мы восстановим наше вот это падение, мы наверстаем. Сразу после выборов внешние силы, не без помощи зарубежных телеграм-каналов, пытались расшатать трудовые коллективы. Призывали бастовать, подогревали протестные настроения. Как сейчас обстоят дела на промышленных предприятиях Беларуси? Я считаю, что просто необходимо отметить, что вот эти все призывы к забастовкам, да, ведь мы видели, что это приходит извне. Старались расшатать коллективы крупных промышленных предприятий. Мы видели, что творилось на МТЗ, на МАЗе, на МЗКТ на том же, да, на Беларускалии, на БелАЗе. Но я хочу заметить, что в принципе ни на один день у нас не остановился нигде конвейер. Мы практически на всех предприятиях выполняли сменные задания. Поэтому вот эти попытки расшатать, да, определенную сумятицу и определенное неудобство нам приносили. Но предприятия работают и работали в штатном режиме. Это очень важно. Поэтому, безусловно, как-то повлияло. Ну, кому комфортно работать, когда тебя на проходной встречают с криками, там, не знаю, с хвалтом, с хлопанием ладошей, с очвистами, с плакатами. Поэтому определенный дискомфорт нам это составляло, но предприятия работают в штатном режиме. Как сказываются попытки приостановить работу производств на кооперационных и партнерских связях? Ну, вот смотрите, у нас была напряженная довольно-таки ситуация несколько дней. Это Гродно-Азот. В принципе, но по технологической цепочке продукция Гродно-Азот дальше перерабатывается на иных предприятиях, допустим, концерна Белнефтехим. Поэтому многие трудовые коллективы просто обратились к трудящимся Гродно-Азот, что вы вначале подумайте, прежде чем что-то останавливать свое производство, потому что это цепочка. Соответственно, дальше станет, там, не знаю, химическая промышленность и так далее. Поэтому была определенная настороженность, но, слава богу, это прошли уже этапы. Что касается внешних связей, да, были обращения, звонки, допустим, партнера БМЗ. Мы работаем по предоплате, поэтому партнеры задавали, ну, резонный вопрос. Они говорят, слушайте, если мы отдадим предоплату, вы нам продукцию отгрузите, мы же там слышим, что у вас, вроде бы, то ли вы бастуете, то ли собираетесь бастоваться. Поэтому определенные моменты такие были. И это, безусловно, могло сказаться на то, что остановиться, ведь что такое остановить сегодня предприятие? Что такое БМЗ, остановить печи? Ну, запустить это очень дорого. Это огромные затраты. Чего стоит неделя простоя белорусских промышленных гигантов и какие последствия повлечет для коллективов? Наверное, так, сейчас я цифру не скажу, насколько там неделя стоит. Я просто говорю, что это очень дорого. Тот же БМЗ запустить печи, это дополнительный расход электрической энергии, это все себестоимость. Это конкурентоспособность нашей продукции. Но вот просто, когда, ну, я так назову, внешние силы прорвались на наш завод БМЗ и остановили на 2 часа технологическую нашу операцию по загрузке печей, значит, это оценили мы порядка там около полутора миллионов рублей. То есть это большие деньги. Что сегодня происходит на мировых рынках и как это влияет на деятельность белорусских предприятий? Вот если смотреть БМЗ, у нас сентябрь, да, мы второй квартал начинали с неполной загрузкой всех там наших мощностей БМЗ по одной простой причине, что первое, упали цены, ну, отсюда, соответственно, наши объемы в сопоставимых ценах, то, что я говорил в начале, они, значит, мы к предыдущему периоду прошлого года отстали. Так вот, у нас не было загрузки, потому что просто не было заказов. Ну, мы делаем кордную нить для мировых там производителей шин, шинной продукции, да. На сентябрь мы имеем стопроцентную загрузку по всем переделам БМЗ. Ну, единственное, там у нас одна операция, одно производство по нефтегазовым трубам. Там пока еще рынок нефтяной не восстановился, поэтому нету полной загрузки. И, что самое важное, что сегодня цены, мы видим, что они уже не падают, стабилизировалось и есть определенный рост. Ну, так же и по остальной нашей продукции промышленности. Спасибо, что нашли время для интервью. Продолжение следует...